Долги по заработной плате явление крайне неприятное, еще более неприятно, что они продолжают расти. Серьезный разговор с руководителем предприятий, чьи сотрудники не могут получить причитающиеся им деньги, состоялся сегодня в Доме правительства. Задолженность по заработной плате на постоянном контроле органов власти и многое удается решить в рабочем режиме. За прошлый 2018 год работникам различных предприятий выплачено более 280 миллионов рублей. Но, к сожалению, есть долги, которые висят тяжким грузом уже не первый год. И это 128 миллионов рублей. Такого в республике не было даже в сложные экономические периоды, заметил глава региона. Для исправления ситуации необходимы более действенные меры, нежели те, что принимаются сейчас. Хотя Минтруда, Госинспекция труда и другие контролирующие органы увеличили количество проверок, на положение дел это ощутимо не повлияло. По-прежнему в числе должников типография номер один. Эта сумма должна была быть погашена в прошлом году. Я выслушивал все доклады. Почему не была погашена? Потому что не было продано полностью имущество, которое... Нет, кто должен был продавать? Все. Конкурсный управляющий. Знаете, 2015 года. Четыре года процедуру конкурсного производства. Еще более сложная ситуация в Чувашевтотрансе. Собственно, на долю предприятия приходится больше половины общей задолженности по зарплате во всей республике. Хуже всего то, что сумма продолжает расти и уже достигла 67 миллионов рублей. У нас ближайшие торги назначены на 15 февраля. Выставляется Гагарина 20. Значит, на сумму 81 миллион 875 тысяч рублей 340. Следующие торги состоятся сразу три объекта 27 февраля. Это автостанция Новосильского. Значит, стоимостью 62 миллиона 25 тысяч автостанции при вокзале. Стоимостью 59 миллионов 917 тысяч. Кроме того, предприятие наконец-то готово продать и движимое имущество. Автобусы на сумму 113 миллионов рублей. Почему не сделали этого раньше, поинтересовался Михаил Игнатьев. Особенно тогда, когда предприниматели закупали автотранспорт для организации пассажирских перевозок. Вообще, к работе кризисных управляющих Чуваш-Автотранса много вопросов. 10 июля, на память говорю, 2018 года из видов деятельности исключены перевозки. И руководством Чуваш-Автотранса было принято решение, вопреки рекомендации нас как учредителя, несмотря на то, что виды деятельности перевозки исключены, сотрудники были отправлены в простой, а не были уволены в восстановленном порядке, как предусматривает возможности трудового и нового законодательства в этой части. Михаил Игнатьев потребовал создать специальную комиссию, которая предметно разберется в этой истории и разработает эффективные меры для прекращения роста долгов и скорейшего их возвращения всем кредиторам. Это в равной мере относится и к другим предприятиям. Глава республики поручил составить поддекадный график возвращения просроченной задолженности. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.